Когда появилась первая мысль о своем бизнесе, страшно не было? Страшно было. Мы учились в институте, и тогда появилась первая идея о создании своего бизнеса. То есть был партнер, да? Это был не партнер, это был одногруппник, который просто попросил помочь создать интернет-магазин. И как первые шаги? Первые шаги оказались очень удачными. Мы создали интернет-магазин, и дело пошло. Недавно мы встретились с молодым и уже весьма успешным предпринимателем, владельцем салона красоты, сети интернет-магазинов, ряда других бизнесов Екатериной Седовой, чтобы поговорить о секретах успеха Дмитровская бизнес-вумен и главных ошибках, которые следует избегать начинающим предпринимателям. Это был магазин одежды, и все получилось. Сейчас у нас одежда – это производство Турции, мы заказываем напрямую в заводах Турции. Это одежда высокого качества, по низкой цене. Первый опыт у нас был неудачный, это был Китай. К сожалению, мы часть коллекции не получили. То есть они взяли деньги, но… Они взяли деньги, но по почте оно нам не дошло. Ну, через какое время вы почувствовали, что уже встал на ноги бизнес? Стандартные три года. Да, то есть через три года все стало стабильно и хорошо. После интернет-магазина Екатерина открыла обычный магазин. Продажи пошли очень хорошо, и вскоре молодой предприниматель открыл уже четыре магазина одежды. Торговля активно развивалась, но потом начался очередной кризис. В 2014 и 2015 годах пошел большой спад, и сегодня остался только один магазин. За высокими технологиями будущее. В интернете сегодня торговля идет лучше, чем в офлайне. И так удачно получилось, что у Дмитровской бизнес-вумен как раз очень хорошее техническое образование. В институте радиотехники, электроники, автоматики, факультет кибернетики. По образованию я инженер-программист. Ну, там, наверное, женщин было очень мало, да? Две девочки в группе было и 30 мальчиков. Как вам конкуренция с мальчиками? Конкуренции не было, мальчики помогали всегда. Техническое образование очень пригодилось. Екатерина может самостоятельно создавать и обновлять сайты, продвигать свои проекты в соцсетях. Предприниматели, как известно, постоянно учатся, чтобы успеть за быстро развивающимся миром. Помимо программирования, наша героиня училась в Академии государственной службы при президенте Российской Федерации на факультете экономики и управления на предприятии. А также углубленно изучала английский, который чрезвычайно необходим в интернет-бизнесе. Для вас что самое главное в том, что вы делаете? Ну, помимо того, что понятно, что свое материальное положение поднять, это понятно. Но помимо этого, что для вас в бизнесе? Самое главное – это душевное равновесие. Это чтобы быть честной самой с собой, чтобы не было стыдно перед людьми, и чтобы все получалось. И, ну, честность. Для меня это главное. Молодым предпринимателям, которые делают только первые шаги в бизнесе, Екатерина советует никогда не сдаваться. Кто бы что ни говорил, идите вперед к своей цели. Только если вы будете верить в себя, у вас все получится. И очень важно быть позитивно настроенным. Позитивное мышление, по мнению Екатерины, важнейший ключ к успеху. Давно известно, что наши мысли материальны, и то, о чем мы думаем, то с нами и происходит. Главное – начать. Не строите грандиозных планов, не надо разрабатывать каких-то заумных стратегий, все придет в свое время. А вначале самое главное – это решиться. Начать делать то, о чем давно мечтаешь. Есть понимание, что, может быть, какие-то ошибки были вначале допущены? Какие вообще чаще всего вначале допускают ошибки? Мне кажется, самые распространенные ошибки, когда начинает что-то получаться, вырастает какая-то амбициозность, но необоснованная. Когда такая своеобразная корона вырастает. Вот это, мне кажется, самые распространенные ошибки, когда вырастает корона, и уже кажется, что ты уже добился, и уже все, ты король. Вот это, мне кажется, да. Уязвимая позиция, да? Очень уязвимая, потому что в этот момент, когда уже расслабляется человек, бизнесмен, то в этот момент и начинаются проблемы. Помимо предпринимательской деятельности, Екатерина активно участвует и в общественной жизни района и города. Она стала одной из 20 кандидатов, прошедших в Молодежный парламент, результатом выборов в ноябре прошлого года. Екатерина – молодой и успешный предприниматель, владелец сразу нескольких бизнесов, благотворитель, мама двух детей. Но, несмотря на свою занятость, она уверена, что сможет многое сделать в составе парламента для молодежи Дмитровского района. Сейчас Молодежный парламент проводит акцию «Фликер каждому ребенку» – это светоотражающий браслет. Мы занялись разработкой этих браслетов, изготовлением. Мы привлекаем предпринимателей, для того, чтобы они разместили свой логотип на этих браслетах. То есть предпринимателям хорошо, они улучшают имидж своего бизнеса тем самым. И детям хорошо, потому что каждый ребеночек получит не из средств бюджета, а из общих средств предпринимателей. То есть средства бюджета здесь никак не задействованы. Получит этот светоотражающий браслет, и, может быть, кому-то он спасет жизнь и убережет водителей от каких-то ошибок. Секрет успеха молодой, но уже вполне состоявшейся Дмитровской бизнес-вумен, скорее всего, в ее увлеченности жизнью. Она за многое берется, ей многое интересно и многое получается. А к предпринимательским проблемам, которые неизбежны, от предательства партнеров по бизнесу до бесконечных кризисов экономики, она научилась относиться как к опыту, который необходим. Молодежный парламент, комитет женщин-предпринимателей при Дмитровской муниципальной торгово-промышленной палате, благотворительные проекты, насыщенная семейная жизнь и полная коллизия предпринимательской деятельности. Все это составляет сегодняшнюю жизнь Екатерины Седовой. Энергийный, смелый и очень обаятельный Дмитровченки. Дмитровченки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok